Привет, ребята! С вами снова Наталья. Тема сегодняшнего урока очень важная, и звучит она так – растр и вектор. Давайте мы разберемся на конкретном примере, что же такое растровая графика и что же такое векторная графика, потому что это основа работы. Вот, на первый взгляд, перед вами две одинаковые птички. Но если мы приблизим одно изображение, мы видим, что оно состоит из таких вот квадратиков. Они называются пиксели. А второе изображение у нас гладенькое. Видите, как бы я ни приближала его, у нас контур идеальный. Это изображение называется векторное. Сейчас мы подробно поговорим об особенностях каждого из них. Начнем с растров. Растровое изображение получается путем фотографирования, сканирования и, в общем-то, рисования в программах растровой графики. Самое известное, конечно же, это Adobe Photoshop. Но, кстати говоря, в последних версиях в Photoshop мы можем рисовать векторные объекты тоже. Об этом урок у меня есть уже в плейлисте о Photoshop. Ссылочку я сейчас оставлю. Она появится в правой верхней части экрана. Какая главная особенность растрового изображения? Поскольку оно состоит из точек, оно имеет разрешение. То есть количество точек на единицу измерения. Чаще всего на дюйм. Она называется DPI. Да, это единица измерения. И мы давайте на примере посмотрим. Вот у меня есть эта птица. Я ее сейчас хочу увеличить. Увеличиваю ее до каких-то пределов, но мы уже видим, что количество точек, естественно, не изменяется. И у нас при увеличении начинают поползать вот эти вот пиксели. Наверное, многие, особенно начинающие, сталкивались с тем, что нашли какую-то классную фотографию, допустим, для буклета, для какой-то полиграфической продукции. Но они отследили то, что она маленькая. И при масштабировании, конечно, мы не можем никак ее качество сделать лучше, если не найти подобную какую-то фотографию только. То есть всегда, когда вы работаете с растровыми изображениями, знаете, что оно должно печататься в достаточно хорошем качестве. Ищите, если вы это делаете через интернет, ищите разрешение большое. То есть большие фотографии. Так, давайте обратно уменьшим. Еще скажу одну особенность, что такое изображение, оно тяжелое. То есть чем больше точек найдем, тем тяжелее это изображение. Ну, с этим, я думаю, понятно. И изображение векторное. Изображение векторное, оно в памяти компьютера описывается математическими формулами. Это набор примитивов, такие как линии, самые простые фигуры, треугольник, квадрат, круг. И более сложные фигуры, например, сплайны, это какие-то такие бионические формы, да, амебные формы. И если мы проделаем такой же эксперимент с шифтом, будем увеличивать. То есть качество не теряется, то есть оно остается идеальным. И с этим изображением мы можем делать все, что угодно. Мы можем его перекрашивать. Мы можем работать... Мы можем работать с отдельными точками. Но каких-то крутых фотографических вещей мы, естественно, векторе добиться не можем. Но в этом вся и прелесть. То есть векторное изображение у нас рисуется, в частности, в иллюстраторе программе. Векторные графики в Корреле. Аналоги иллюстратора уже канадского производства. И еще не сказала такую особенность векторной графики, что она легкая. То есть неважно, какого она размера, она все равно в разы, в десятки раз меньше графики растровой. Ну, если она хорошая, естественно. Но, друзья, есть хорошая новость. Мы можем всегда... Изображение подобного плана, конечно, я не говорю, что это фотографии какие-то сложные, но изображения, которые нарисованы. Допустим, вы берете гелевую ручку, в листок бумаги нарисовали какое-то изображение. Вот, отсканировали его, получается что-то типа этого. И перевод. Растро-вектор для дальнейшего использования, например, для загрузки на стоковые сайты. Впоследствии это можно применить. И в иллюстрации, да, на сайтах, допустим, печати на каких-то предметах одежды. То есть всегда имейте в виду, что мы можем перевести растровое изображение, допустим, нарисованное вами вектор. Но это тема следующего урока. Я уже заготовила для вас картинку, и мы ее с вами порисуем. Ребят, для вашего удобства я сделала сводную таблицу по сравнению график. Ее вы можете скачать по ссылке в описании. Если видео было вам полезным, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные уроки. Если остались вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. Спасибо за внимание. А с вами была Наталья из Школы графического дизайна. Всем пока-пока!